В этом видео 4 рецепта заготовок из помидоров, 2 томатных соуса, кетчуп и зеленые маринованные помидоры. В этом году у нас довольно приличный урожай томатов, так что решили из них сделать побольше различных соусов и кетчупов, так как зимой очень любим добавлять их к спагетти, мясу и птице. А также по просьбам подписчиков хочу поделиться рецептом маринованных зеленых помидоров. Соус из томатов и сладкого перца. Вам потребуется 3 килограмма томатов, 1 килограмм сладкого перца, 1 столовая ложка соли. Начну с самого простого соуса. Его можно использовать как спагетти, так и как приправу к супам. Помидоры моем, вырезаем у них плодоножки, перцы моем, удаляем плодоножки и семена. Все овощи пропускаем через мясорубку, тогда в соусе будут чувствоваться кусочки овощей. Если вам больше нравятся пюрообразные соусы, то тогда овощи пропускаем через блендер. Ставим массу на огонь и варим с момента закипания 30 минут. Добавляем 1 столовую ложку соли. Дальше смотрите сами. Если вас устраивает густота соуса, то тогда разливаем все по стерильным банкам и закатываем. Если соус кажется вам жидковатым, то можно поварить еще. Густота соуса, конечно, зависит в первую очередь от самих помидоров. Можно взять мясистые сорта, где семенной камеры практически нет. И тогда соус будет густым, без длительной варки. У нас в этом году выросло очень много томатов с мясистой мякотью. На соусы брала в основном их. Посмотреть обзор наших помидоров и их дегустацию можно по ссылке наверху. Я варю такой соус около часа. Моя семья любит соусы погуще. Соус закатываем и прячем под одеяло или плед. Он отлично хранится и при комнатной температуре. Из данной порции продуктов получается 4 пол-литровые банки соуса. Томатный соус с баклажанами. Вам понадобится 3 килограмма помидоров, 1 килограмм баклажанов, 200 грамм острого перца или 500 грамм сладкого. Это зависит от ваших вкусовых предпочтений. 6-8 зубчиков чеснока, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка сахара, 75 миллилитров подсолнечного масла, 1 чайная ложка молотого черного перца. В первую очередь подготавливаем баклажаны, моем, делаем вдоль надрез и выкладываем в форму для запекания. Если вы возьмете острые перцы, то тогда соус получится острым, наподобие аджики. А можно взять перец сладкий, тогда соус будет довольно мягкий по вкусу. Я готовлю со сладким перцем, потому что острых соусов у нас много. Я готовлю несколько видов аджики, нам этого достаточно. Посмотреть видео с нашими любимыми рецептами аджики можно по ссылке наверху. Перцы моем и целыми укладываем в форму к баклажанам. Ставим их в духовку запекаться. Перцы запекаются около 40 минут. 20 минут с одной стороны, 20 с другой. Баклажаны будут запекаться чуть больше часа, это зависит от их размера. Пока баклажаны и перцы запекаются, подготавливаем помидоры, моем их и пропускаем через блендер. Кастрюли с томатами ставим на плиту и варим на медленном огне. Задачи сильно выпарить томаты не стоит. Когда перцы испекутся, вынимаем их из духовки, перекладываем в кастрюльку, накрываем крышкой и оставляем остывать. За счет этого шкурка потом легко с них снимется. Когда перцы остынут, снимаем с них кожицу и вынимаем семенную камеру с плодоножкой. Из запеченных баклажанов вынимаем мякоть. Кожура нам не нужна, она грубая. Складываем мякоть в кастрюлю к перцам и измельчаем все блендером. Если вы хотите, чтобы в соусе чувствовались кусочки овощей, то можно пропустить их через мясорубку или мелко изрубить их ножом. Чеснок можно измельчить блендером. Я пропустила через пресс. На момент, когда овощи нужно будет добавлять к томатам, помидоры варились около часа. Получившуюся овощную массу добавляем в томатный соус вместе с чесноком и варим эту массу не больше 5 минут. Добавляем соль, сахар, подсолнечное масло, молотый черный перец. Раскладываем по стерильным банкам, закатываем их и прячем под плед. В соус можно добавить любые специи по вашему вкусу, например, хмели-сунели. А вместо черного перца можно добавить, например, паприку или вообще не добавлять. Все зависит исключительно от ваших предпочтений. С количеством соли и сахара тоже можно экспериментировать. Если помидоры попадаются кисловатые, то сахара можно и побольше положить. У меня соус в этот раз получился очень густой, потому что я положила чуть больше баклажанов, чтобы в холодильнике не завалялись, и потому что брала помидоры довольно мясистых сортов. Если у вас томатный соус получился очень жидкий, то можете поварить его подольше, чтобы он немножко загустел. Хранится такой соус в домашних условиях, при комнатной температуре. Из данной порции продуктов получается 4 пол-литровые банки соуса. Кетчуп. Вам понадобится 5 килограммов помидоров, полкило репчатого лука, 200 граммов сахара, 30 граммов соли, душистый перец, черный перец горошком, гвоздика, 1 столовая ложка 9% уксуса. Подготавливаем помидоры, моем, режем дольками. Репчатый лук очищаем и мелко режем. Подготовленные овощи ставим на огонь и варим 2 часа. Периодически массу помешиваем, чтобы она не пригорала к одну кастрюле. Для разнообразия вкуса можно заменить часть томатов на яблоки или сливы. У нас их нет, поэтому обычно варю кетчуп из одних томатов. Через 2 часа снимаем массу с огня и пропускаем через соковыжималку. Если соковыжималки нет или вы готовите на даче и вдруг отключили электричество, у нас это часто бывает. Можно протереть массу через сито, чтобы отделить семена и кожицу. Процесс это не то, чтобы сложный, но довольно нудный. Вот столько отделилось шкурок и семян с 5 килограммов помидоров. Подготавливаем специи. Складываем бинт или марлю в 3 слоя. Насыпаем туда специи. Мы любим душистый перец, черный перец и гвоздику. Кто любит, может добавить корицу или любые другие специи. Завязываем бинт в виде мешочка, чтобы специи не высыпались из него и подвязываем к ручке кастрюльки. Ставим все на огонь и варим. Варим столько по времени, чтобы соус хорошо загустел. Да, процесс длительный, но это того стоит. К тому же этот процесс можно ускорить. Для начала берите очень мясистые помидоры. Я использовала сорт Сержант Пепперс. Нам он показался невкусным, но при этом он очень мясистый. В некоторых плодах вообще не было семенной камеры. В итоге я варила сырую томатную массу 2 часа, а после отжима сока буквально 40 минут, чтобы специи отдали кетчупу свой вкус. Меня такая длительная варка не очень напрягает, потому что обычно я параллельно консервирую еще какие-нибудь овощи. Например, мариную томаты или сладкий перец. Посмотреть, как я это делаю, можно видео по ссылке наверху. Но если вас не устраивает такая длительная варка, то процесс можно ускорить. По советам наших зрителей, чтобы ускорить процесс, можно сделать так. Чтобы при приготовлении кетчупа долго не выпаривать сок, его можно легко собрать, опустив в кастрюлю дуршлаг из сетки с маленькой ячейкой. Сок, который собирается в дуршлаге, собирается половником и консервируется или употребляется. Либо можно сделать так. Пропустить томаты через соковыжимал, получившийся сок закипятить буквально 5 минут после закипания и оставить получившуюся массу на ночь. За ночь сок расслоится. Получившуюся прозрачную жидкость аккуратно сливаем, а из оставшейся массы варим кетчуп. К концу варки добавляем в кетчуп соль, сахар и 1 столовую ложку уксуса. Кетчуп разливаем по стерильным банкам и закатываем. Из данной порции продуктов получилась 1 литровая банка, 1 700 граммовая и 1 полулитровая или около 5 полулитровых банок. Кетчуп прекрасно хранится при комнатной температуре. Маринованные зеленые помидоры. Вам понадобятся зеленые или бурые помидоры, зелень укропа, петрушки, репчатый лук, растительное масло. Для маринада на 3 литра воды, 9 столовых ложек сахара, 2 столовые ложки соли, 1 стакан 9 процентного уксуса, душистый перец горошком, черный перец горошком, гвоздика. Зелень петрушки и укропа мелко режем и укладываем на дно литровых банок. Лук режем кольцами и тоже раскладываем по банкам. Наливаем в банке по 3 столовые ложки растительного масла. Крепкие зеленые или бурые помидоры режем на половинки и укладываем в банки срезом вниз. В образовавшиеся пустоты тоже можно положить зелень, но это по вкусу. Варим маринад, воду насыпаем соль, сахар, специи по вкусу и доводим до кипения. После добавления уксуса кипятим маринад не больше 5 минут. Банки с помидорами готовим к пастеризации. Пастеризация. Процесс уничтожение микроорганизмов в жидких средах, пищевых продуктов путем однократного и непродолжительного их нагрева до температур ниже 100 градусов. Для этого на дно большой кастрюли укладываем полотняную салфетку и ставим туда банки. После этого в банки разливаем маринад, а в кастрюлю наливаем теплую воду. Кипяток лучше не лить, иначе банки могут лопнуть. Доводим воду до кипения и пастеризуем банки 15-20 минут. После пастеризации достаем банки и закатываем их. Убираем под плед для лучшего прогревания. Это очень простой и быстрый рецепт, несмотря на то, что нуждается в пастеризации. Помидоры получаются очень вкусные и ароматные. Приятного аппетита! Как перерабатывать свои томаты Наталья Сморчкова. Как заготовить на зиму леча баклажаны без уксуса. Как вырастить очень крупный чеснок. Пора позаботиться о новом урожае. Всем хороших урожаев! С вами была Надежда Нинахова. Канал и сайт ВОГОРОДЕ ПРО.